Тех, кто придет чуть позже, мы еще впустим. Итак, можем начинать. Я представляю следующего лектора нашего направления третьего пути. Это, как и все у нас в прошлом, тоже преподаватель АМШ, выпускник экономического факультета МГУ, тоже в недалеком прошлом банкир, а сейчас просто исследователь и преподаватель нескольких университетов Дмитрий Лепетиков. Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Я рад рассказать вам немножко о теме профессионального спорта, потому что это тот удачный случай, когда в одной теме пересекается и моя профессиональная деятельность, потому что, как Слава совершенно верно сказал, я много лет занимался банковской деятельностью. Это моя была работа основная, почти 30 лет, собственно, с момента окончания университета. Сейчас я тоже связан с банковской деятельностью, но уже немножко в другой ипостаси. Я преподаю в МГУ и в одном хорошем университете очень дружеской страны под названием Китайская Народная Республика. Там и там читаю банковское дело, банковский менеджмент, финансы и так далее. Поэтому, собственно, мое любимое хобби, главное хобби, пожалуй, всей моей жизни – это я спортивный болельщик. Я очень люблю спорт, особенно футбол, но и не только. И как человек аналитического склада ума, я люблю погружаться в ту тему, которая мне очень нравится, достаточно глубоко. А тема профессионального спорта, она действительно очень глубокая. Спорт имеет много преимуществ по сравнению с другими популярными развлечениями. Например, если вы идете в театр смотреть Гамлета, вы, в общем-то, можете видеть самые разные постановки. Я видел разные постановки, вплоть до постановки в цирке знаменитого режиссера Питера Штайна с Евгением Мироновым в главной роли в роли Гамлета. Но, тем не менее, сюжет известен и конец обычно предсказуем. А вот что будет во время просмотра матча Барселона-Реал-Мадрид, не знает никто, включая Барселону и Реал-Мадрид, и тем более об этом не знают никакие зрители, которые все это смотрят. Но спорт уже давно, и сегодня я об этом тоже расскажу, как спорт из любительского стал глубоко профессиональным. Что значит профессиональный? Профессиональный – это значит, что люди, занимающиеся этим, получают зарплату, получают деньги, иногда очень большие деньги. Что соревнования? Соревнования руководствуются какими-то определенными призовыми и трофеями. И вот, кстати, в заставке к этой лекции вы видите, пожалуй, главный трофей профессионального футбола – это Лига чемпионов. То есть тот самый трофей, который раз в год выигрывают, борются за него лучшие профессиональные футбольные команды. Вот вы видите этот трофей. Сверху, соответственно, по надписи «сверху» вы можете догадаться, где мы держим этот трофей. Это происходит на стадионе «Энфит» в главном городе Ливеркуль. В тот момент, когда мы были на этом стадионе, именно купли Ливеркуль являлся обладателем данного трофея. И тем самым добился в том сезоне высшего достижения, которое только может добиться европейская клубная футбольная команда. Скажу, что вопросы вы можете по ходу дела задавать в чате. Я в конце не буду, пожалуй, останавливаться по ходу, а в конце я их просмотрю и постараюсь их немножко ответить. Как будет построен мой сегодняшний рассказ? Как я вам уже сказал, у нас с вами профессиональный спорт – это очень многогранная вещь. Есть масса замечательных моментов, и поэтому я остановлюсь лишь на нескольких, на мой взгляд, важных эпизодах. У нас будет пять эпизодов с прологом и эпилогом, как полагается. И в каждом эпизоде, в каждой истории будет сама история и будет герой. И иногда герои совершенно замечательные, они все совершенно замечательные, не всегда они прям вот такие позитивные и правильные, но так или иначе все они оставили свой след в профессиональном спорте. Ну, с чего мы с вами начнем? Начнем мы с вами с пролога. Как я вам уже сказал, моя профессиональная деятельность была связана с финансами и с деньгами. И, конечно, можно задать вопрос, а кто у нас самый-самый богатый спортсмен в истории? Вот вашему вниманию предлагаются кандидаты на эту почетную должность. Я надеюсь, если вы интересуетесь спортом, вы их, конечно же, узнали, но поскольку я могу предположить, что не все из вас интересуются спортом, я все-таки их немного представлю, потому что, возможно, именно среди них кроется ответ на поставленный в заголовке слайда вопрос. Слева сверху португальский футболист Криштиану Роналду, самый заработавший, самый высокооплачиваемый футболист в истории, то есть представитель самого популярного в мире вида спорта, который заработал больше всего денег. И сейчас он зарабатывает особенно много денег, играя в самой слабой, наверное, лиге за все время своей футбольной карьеры. Ну, что делать? Человеку уже 40 лет скоро, пора бы уже и подзаработать на и так небедную старость. Поэтому он играет сейчас в Саудовской Аравии. В Альнастре. Ну, как говорится, дай бог ему успехов. Ну, а до этого играл в замечательных клубах Манчестер Юнайт, Реал Мадрид, Ювентус. Вот, выиграл с этими клубами массу трофеев. Справа сверху замечательный автогонщик Льюис Хэмилтон, который уже практически отобрал все прежние рекорды Михаэля Шумахера и уж точно давно отобрал у него рекорд по количеству призовых. Семикратный, почти восьмикратный одного круга не хватило чемпион мира Формулы-1. Правда, сейчас там новая звезда Макс Ферстаппин, который просто выигрывает все и вся и у всех в одну калитку. Не знаю, сможет ли Льюис еще раз претендовать на титул. Но, тем не менее, он уже заработал тоже очень-очень много денег, сильно больше полумиллиона долларов, полумиллиарда долларов. Соответственно, справа, слева внизу замечательный баскетболист, его воздушество, Майкл Джордан. Этот человек тоже покорил все возможные трофеи Национальной баскетбольной ассоциации и даже успел стать олимпийским чемпионом. Им очень повезло, он успел стать олимпийским чемпионом по баскетболу. Об этом я тоже немножко скажу. Мы к этому эпизоду вернемся. Так кто же из них является, может быть, кто-то еще является самым богатым спортсменом в истории? Да, правильный ответ такой, что нет человека, который признан самым богатым, самым успешным спортсменом в истории на этом слайде. Невозможно его на этот слайд поместить, потому что его фотографий в его времена не было в принципе. Достоверных его изображений тоже не сохранилось. Из тех, кто жив сейчас, именно Майкл Джордан является самым богатым спортсменом, но ему очень далеко до нашего следующего героя, который будет, собственно говоря, главным героем первого эпизода. Вы, наверное, уже догадались, глядя на заставку первому эпизоду, где прославил, где и в какие времена прославил себя этот человек. Звали его Гай Акулеидиокл, и свои подвиги он совершал во времена Римской империи в самом начале II века н.э. Но прежде чем перейти к этому самому Гайу Акулеидиоклу, давайте немножко остановимся на том, какие у нас были состязания в Риме. Вот если вы не очень хорошо знакомы с историей Древнего Рима, то вы можете предположить, если вам задать вопрос, а что было самым популярным зрелищем во времена поздней Римской республики и Римской империи? Наверное, первое, что приходит в голову, вы скажете, ну, конечно, это гладиаторские бои, колизей, люди, что называется, убивают друг друга, люди убивают диких животных, игры, гладиаторы, все вот это. На самом деле нет. На самом деле самым популярным развлечением римского народа тех веков были не гладиаторские бои, а гонки на колесницах. И именно в этой виде спорта проявил себя тот самый Гайпо Лидиокл. Кстати, интересно, что, если мы вспомним пролог, там было три фотографии, и Гайпо Лидиокл имеет некоторое посредственное отношение к двум из трех героев, изображенных на этих фотографиях, потому что, с одной стороны, он гонщик, как и Льюис Хэмилтон, и его, кстати, часто сравнивают именно с гонщиками Формулы-1. А с другой стороны, он родился на территории, в каком-то смысле он земляк Криштиану-Роналду, потому что он родился на территории современной Португалии. Ну, дойдем до этого. А сейчас немного о гонках на колесницах. Очень древний вид спорта. Начали гоняться на колесницах еще во времена основания Рима, времена Ромула и Рема, тогда, когда праздник, в частности, праздник Марса отмечался такими гонками. Затем это зрелище приобретало все более и более большие масштабы, все более становилось все более и более популярным, гонялись все чаще и чаще. И, наконец, в II-III веке гонки совершались просто регулярно до 60-70 раз в году. Они проводились не только по праздникам, но и просто как любимое развлечение Рима. Проводились эти гонки, конечно, в большом количестве городов, где строились ипподромы, но главный ипподром, самое главное место проведения гонок на колесницах, это было так называемый цирк Массима. Если вы бывали в Риме, то наверняка вы были на этом месте, на главном ипподроме вообще в истории, на мой взгляд. Он может быть чуть менее известен, чем Колизей, но зато он привлекал куда гораздо больше зрителей. Туда могло поместиться, по некоторым оценкам историк, до 250 тысяч, что составляло значительную часть населения тогдашнего Рима. Это был большой цирк, в нем совершались гонки на колесницах. И как они были устроены? Давайте поговорим попозже. Во-первых, гонки на колесницах отличались разным количеством лошадей. Лошадей, напряженных в эти самые колесницы. Самая такая, главная, пожалуй, гонка была из четверок, называемых квадриги, что легко догадаться, почему они так называются, потому что были четыре лошади, запрягались в колесницу. Были еще биги и триги. Биги – это две лошади, когда запрягаются в колесницу, то есть триги – это три лошади. Ну, триги – это довольно редкая история. Еще историки отмечают, что бывали заезды с шестью и даже с восемью лошадьми, запряженными в колесницу, но это не очень удобно, потому что много колесниц ты не выпустишь. Если каждое восемь лошадей, то слишком много места они занимают. Гонка, как правило, состояла из семи кругов, каждый из которых был чуть меньше километра по этому самому цирку массиву. Стандартный заезд состоял из 12 колесниц. Причем колесницы были вначале, когда только гонки образовывались, колесницы были независимы, а потом сформировались, так называемые команды, встречавшиеся по цветам. И четыре самые главные команды за всю историю этого Рима я таким аллегорическим способом вывел на этот слайд, сопоставив эти команды с четырьмя в разной степени популярности московскими футбольными клубами. Но внимательный слушатель заметит, что здесь нет, возможно, самого популярного московского футбольного клуба, но, как вы понимаете, в Римской империи не могло. Но римляне бы не поняли, если бы я вывел логотип именно этого клуба на этот слайд. Как-то нехорошо они ассоциируются с этой именно командой. Но тем не менее. Итак, были четыре основные типа команд, каждая из которых выставляла по три колесницы. Во-первых, команда «Зеленых». Это команда аристократическая такая. За нее болела старая римская знать. Некоторые императоры, которые увлекались этим делом, такие как Август или Нерон, тоже болели за эту команду. Это была такая наиболее, пожалуй, титулованная. Ну, в общем-то, времена Рима были такие императоры, которые бы очень сильно расстроились, если бы их любимая команда непрерывно начинала проигрывать. Строившийся император ничего хорошего для своих приближенных и народа не несет. Поэтому, возможно, здесь какое-то влияние и было. Вторая, пожалуй, по силе и титулов команда – это команда «Синих». Это команда новой римской аристократии, разбогатевших торговцев, сословия всадников и так далее. То есть у них был синий цвет, это такая команда купеческая. «Красная команда» – тут особенно хорошее совпадение, потому что эта команда, основные ее болельщики были военные, отставные военные в Риме. Как вы можете знать из истории, профессия военного была очень-очень даже популярна. И, наконец, «Белые» – это тоже хорошая аналогия, потому что это такой рабочий класс, бывшие рабы, бедняки. То есть это наименее обеспеченная с точки зрения финансов команда, но тем не менее, которая выступала и даже иногда довольно-таки успешно. И вот между вот этими командами и проводились гонки. Ну, естественно, что главным участником этих заездов был Возница Колесничь. Возница Колесничь – это была очень такая сложная и опасная профессия. Если вы видели фильмы, где указывают погасываются гонки на колесницах, ну, например, вспоминается, скажем, новый «Бен Гур», не тот, который получил кучу «Оскаров», а тот, который был снят не так давно. И там очень ярко представлена такая гонка на колесницах. Это очень опасная профессия, и она требовала достаточно виртуозного искусства, чтобы этой профессией овладеть. Потому что управлять колесницей было достаточно сложно. Собственно, как управлялась колесница? Возничий становился на специальный помост, у него было такое большое деревянное кольцо, за которое он держался одной рукой, потому что иначе как бы он просто упал бы с колесницей. Потому что понимаете, что гонка состоит из прямых и поворотов. В поворотах надо особенно крепко держаться. А тут еще соперник мешает. Одной рукой он держал кнут, а вожжи, которыми он поворачивал колесницу, обматывал вокруг своего тела. То есть он управлял одновременно и руками, и корпусом. Требовало очень недюжинной силы и особенно четкой координации. То есть это действительно был высокопрофессиональный спортсмен, который мог этим заниматься. И вот примером такого высокопрофессионального спортсмена был тот самый Гайя Пулейдиокло, о котором я уже упоминал. Он родился на территории современной Португалии, в верховье реки Дору. Кстати, сейчас я нахожусь довольно близко к этому месту, буквально в нескольких сотнях километрах от него. Его семья занималась транспортом, была по меркам провинции Лузитания достаточно состоятельной и раз занималась транспортом, то имела дело с лошадьми. И с юных лет молодой Гайя Пулейдиокло занимался с лошадьми и сразу стала показывать свои высокие таланты. Он уже в 16 лет участвовал в гонках на территории Иберийского полуострова, а в 18 лет он приехал в Рим искать счастье, потому что понятно было, что главное место, где мог молодой спортсмен добиться успеха, это был Рим. Сначала его приняли в самую бедную команду. Он там гонялся и, имея достаточно низкую базу с точки зрения именно и качества лошадей, и финансирования, он, тем не менее, уже одержал достаточно много побед и его пригласили уже в самую элитную зеленую команду, где он, правда, пробыл всего три года и сделал такую достаточно необычную для тех лет вещь. Он перешел из самой крутой команды в несколько менее крутую команду, в красную. Почему он это сделал? Ну, легко догадаться, почему. Потому что там были гораздо лучшие условия. Во-первых, он был безоговорочным фаворитом, безоговорочной примой в красной команде. В зеленой команде там были и другие, более опытные гонщики, которым, возможно, внимания уделялось больше. То в красной команде он был просто безоговорочной примой. Ну, как в свое время Михаил Шумахер в Феррари переходил, где он стал сразу безоговорочной примой, и все ему подчинялись. И именно за красных Гая Пулей совершил большинство своих побед. Именно там прошла значительная часть его карьеры, очень успешная карьера. Он закончил ее в 42 года и добился огромного количества трофеев и титулов, которые, собственно говоря, мы сейчас и коротко обсудим. Ну, кстати, вот интересно, когда я делал эту лекцию, у меня возникла забавная аналогия. Я вспомнил одного довольно известного российского футболиста, у которого был схожий путь. Он воспитывался в детской школе, в юношеской школьной команде «Торпеда». Первый свой значимый трофей выиграл с «Локомотивом», а потом довольно долго выступал за ЦСКА и сделал тоже довольно успешную карьеру. Если хотите, можете в чате написать, кто это. Буду рад, если кто-то из вас догадается. Но переходим к Гайо Пулейу Диоплу. Он участвовал, видите, в каком-то огромном количестве гонок. А ведь каждая гонка, подчеркиваю, каждая гонка могла закончиться смертью участника. Ну, далеко не каждая гонка заканчивалась смертью возница, одного из возниц, но это были частые события. При этом в большинстве, в серьезном большинстве гонок, можете сами посчитать, он приходил в топ-3, и вообще каждую третью гонку он выиграл. Заработал совершенно баснословные призовые. Причем, заметьте, если и Майкл Джордан, и Криштиану Роналду, и Льюис Хэмилсон, и многие другие спортсмены современности значительную часть своих доходов получают за счет рекламных контрактов, во времена Гайо Пулейу Диоклу никаких рекламных контрактов не было. Это эти 35 миллионов 863 тысячи 120 сестерцев, это его доход за гонки, потому что он был настолько популярен, что за ним все записывали, и это можно считать достоверной суммой. Более того, после его смерти на его могиле на памятнике была высечена именно эта сумма. Это ужасно много. Сразу вам скажу, вот там, скажем, Блумберг пересчитывал на современные деньги, у Блумберга получилась оценка около 30 миллиардов долларов, вот эти вот 35 миллионов сестерцев. Например, зарплата легионера, обычного рядового легионера римской армии, составляла 100 сестерцев в месяц. А, соответственно, на эти 35 миллионов можно было в год каждый день кормить хлебом все население Рима, два месяца выплатить зарплату всей римской армии второго века, огромной, крупнейшей армии в Европе. В общем, два месяца платить зарплату. В общем, это очень-очень много денег. И почему? Как Гаю Апулею удалось добиться подобного успеха? Ну, во-первых, он, как я уже вам сказал, готовился с детства. С детства был связан с лошадьми, он тренировался, можно сказать. Наверное, ходить он начал раньше, чем управлять колесницей, но не сильно позже приступил к этому занятию. Он был известен как замечательный тактик. Вот в свое время в российской легкой атлетике был такой бегун Юрий Брзаковский. Если вы следили, наверное, фамилию эту знаете. Его коронная дистанция была 800 метров, два круга. И как он ее бежал? Он обычно бежал где-то в конце, в конце, в конце, а потом перед последним поворотом он как-то так ускорялся, обгонял уставших соперников и приходил первым. Вот Гая Апулей, он по отзывам историков, он любил именно такую тактику. Он сначала держался немного позади, но не в самом конце, а где-то так, в серединке. А к концу гонки, глядя на соперников, он находил момент и вырывался вперед. Поэтому он еще и драматически очень побеждал, то есть заставлял переживать своих болельщиков. Не то, что там сразу со старта взял и уехал, и никто его не смог догнать. Нет, там было гораздо зрелище. Он очень хорошо построил карьеру, о его карьере я вам уже рассказал. И он еще был любимцем публики, потому что он очень хорошо общался с своими поклонниками, разговаривал, ходил на тогдашние мероприятия, в основном вперед к видным римским деятелям того времени. В общем, послужил таким хорошим примером успеха. Закончил 42 года, спокойно вышел в отставку, купил большую виллу на берегу моря и там жил в достатке и в отдыхе в Неге до конца своих. Вот такой замечательный спортсмен. И, повторюсь, именно он был признан финансовыми историками самым успешным с точки зрения именно заработанных денег спортсменом выступлений. Но давайте перейдем к следующему эпизоду. Прыгнем через несколько веков и перейдем к еще одному очень интересному и, безусловно, вам знакомому виду спорта, пожалуй, главному виду спорта средневековой Европы. Это рыцарские турниры, которые совершались, которые проводились не только ради славы, не только ради чести, но и достаточно часто ради денег. И вот об этом тоже мы с вами давайте поговорим. Ну, вообще, первое упоминание историки сходится на том, что первое упоминание о настоящем рыцарском средневековом турнире было сделано в середине IX века, когда в городе Страсбург встретились два внука Карла Великого, Людовик Немецкий и Карл Лысый, два короля разделившейся империи Карла Великого. Там проводили и переговоры, и для развлечения устроили такой турнир. Вот это прямо цитата средневекового хрониста, которым это все описано. Считается, что, собственно говоря, это был первый пример, запротоколированный пример такого настоящего рыцарского турнира. Почему вообще это развлечение, это времяпровождение возникло и довольно быстро набрало популярность? В течение нескольких столетий было, пожалуй, самым популярным развлечением Западной Европы. Во-первых, в Западной Европе было очень много военных, профессиональных войн. Войны велись не каждый день, и как-то войнам надо было совершенствовать свое мастерство не только в виде индивидуальных тренировок, но и как-то сравниваясь с другими войнами. И эти войны должны были тренироваться, имитируя реальные боевые столкновения с реальной опасностью, потому что рыцарские турниры – вещь небезопасная. То есть многократно были случаи, когда на турнирах гибли пострыцари, участники этих турниров, поэтому такая не война, но тренировка очень близкая к реальным сражениям. Рыцарские турниры могли служить дорогой к строению очень успешной карьеры. И, собственно, герой этого эпизода, о котором я в конце эпизода расскажу, пожалуй, такая самая яркая карьера, которая вам была сделана во многом благодаря очень успешной карьере этого человека именно в рыцарских турнирах. Ну и, как и в случае с колесницами, о которых я рассказывал, это еще и развлекуха. То есть народ собирался, если был крупный турнир, то со всех окрестностей сходились люди. Ну, естественно, вы понимаете, что это и для экономики этого места очень выгодная история, потому что люди, когда приходят, они должны что-то есть, где-то спать, что-то пить, покупать, покупать, покупать. И, естественно, для торговцев всех мастей рыцарский турнир тоже был место очень интересное с точки зрения совершения ими своих торговых операций. Кто мог участвовать? Как можно было попадать на этот самый рыцарский турнир? Что для этого нужно было сделать? И каким образом нужно было в этом рыцарском турнире себя показать? Ну, во-первых, был такой ценз, рыцарь должен доказать свое благородное происхождение, предемортировать родословность не менее двумя поколениями знатных предков. Конечно, были случаи подлогов. Есть такой занятный фильм, называется «История рыцаря» с Хью Леджером. Если вам интересна эта тема, посмотрите. Хороший такой фильм. И вот, собственно, там герой, он как бы простолюдин, но подделал документы и участвовал в рыцарских турнирах с поддельными документами. Ну, естественно, не буду спойлерить, там это все хорошо для него не закончилось. Но, тем не менее, сам факт, что для того, чтобы участвовать в турнире, нужно было родословное, он не приложен. Кроме того, родословное было мало, у рыцаря должна быть хорошая репутация, потому что, если, допустим, сообщалось, что вот этот рыцарь, он там оскорбил честь дамы или он о боге как-то отзывался неправильно, то его не допускали и сгоняли с позором. Более того, перед турниром выставлялись щиты всех рыцарей-участников. И если и народ приходящий видел, кто, собственно, заявлен по гербам, тогда все умели читать гербы, то если кто-то знал порочащие этого конкретного рыцаря, герб которого был среди участников турнира, то он мог пойти аккормизатором и сказать, вот это негодяй, я про него такое вам расскажу. И если эта информация принималась с организаторами турнира за правду, то рыцарь не допускался. Нужны были деньги. Деньги и для того, чтобы просто быть заявленным на турнир, в частности, многие турниры, в частности, в Англии. В Англии первыми организованными турниры были введены большим любителем этого дела королем Ричардом I, известным как Ричард Левиное сердце. Вот Ричард, он внес просто правило, что должен быть взнос, причем взнос в кодексе Ричарда был дифференцирован. То есть, чем богаче был участник турнира, чем знатнее, точнее, был участник турнира, тем больше денег с него просили за участие. Ну, что ж, нормально. Кроме того, само вооружение стоило недешево. Только конь мог стоить 20-30 марок. Марка, чтобы вы понимали, допустим, в Англии времена Ричарда I, за одну марку можно было две коровы пить. То есть, довольно крупная денежная единица. Оружие, доспехи, все это стоило денег. И, кстати, забегая вперед, немножко скажу, что эти самые оружие, доспехи и конь были значительной частью призового фонда этого самого турнира. Ну и кроме того, если рыцарь был известен как участник других турниров или как участник каких-то военных действий, то он допускался просто так, на основании высших сложных критерий. А если это был молодой, не обстреленный, то для них проводились отдельные состязания, так называемые, скиллит армс, где, собственно, молодой рыцарь должен был продемонстрировать, что вообще-то он умеет владеть оружием, и его не сшибут, просто не заметив в первой же схватке, потому что зачем нам не умехи, только убьется, никакого интереса не вызовет. Соответственно, это что касается того, кто мог участвовать. Как соревновались? Ну, скилл оф армс – это такие застязания, которые для основных заслуженных рыцарей не проводились, но, тем не менее, тоже были участниками турнира. Здесь фотографии с очень хорошей реконструкцией, которая несколько лет подряд в Москве проводилась, так называемый турнир Святого Георгия, то есть прямо оттуда живые фотографии, где современные любители этого искусства действительно соревнуются по средневековым правилам. Скилл оф армс – это демонстрация воинских умений, то есть, вот, например, здесь участник снимает копьем кольцо, повешенное на специальном столбе, можно было на ходу стрелять из лука, можно было поднимать лежащий на земле, на полном скаку поднять лежащий на земле плоток дамы, ну, в общем, вот такого рода порубать там что-то по дороге. В общем, такая демонстрация, что умеет рыцарь владеть конем и оружием. Пешие поединки. Ну, это больше для простых бойцов, которых, грубо говоря, нет денег на коня. Ну, они тоже проводились по своим правилам, там засчитывались, судьи внимательно следили, засчитывались удары, достигшие цели, сражались, как правило, оружием таким не совсем боевым, чтобы друг друга не поубивать. Ну, вот здесь они деревянными мечами сражались, там, конечно, в средние века настоящие сражались. Вот. Слева, снизу, это так называемое миле. Вообще есть такое заблуждение распространенное, что рыцарский турнир – это вот то, что справа внизу. Это когда двое сшибаются и тычут на скаку друг с друга копьями. Да, это тоже рыцарский турнир, но это позднее совсем, в позднее средневековье. А основную часть, и вот, собственно, если мы вспоминаем цитату хрониста IX века, то там это была групповая схватка. Все участники делились на две команды, они, соответственно, подвязывали себе определенные шарфы определенного цвета. И в чем был смысл? Смысл был в том, что у каждой команды было свое знамя и необходимо было захватить знамя соперника, при этом не отдав свое. Схватка миле заканчивалась тогда, когда одна из команд захватывала знамя соперника. И джойстинг – это вот как раз самые такие зрелищные части рыцарских турниров. Это когда двое на полном ходу вдоль барьера бьют друг друга копьями. В чем задача? Главная задача, это, что называется, суперприз, это сбить противника с коня ударом своего копья. Вот, если сбил, то все, ты его победил, и он тебе должен. Коня, оружие, и ты проходишь дальше со следующего боя. Если, соответственно, никто из участников друг друга с коня не сбил, то считались очки. Очки считались за сломанные копья, то есть твоя задача была ударить так, чтобы твое копье сломалось о противне. И если ты попадаешь просто в корпус, то значит, одну очко, если в шлем, что считалось особым успехом, то тебе два очка начислялся. И так, допустим, три раза сходились рыцари, если никто из них не сшибал друг друга с коня, то, соответственно, тот, кто набрал больше очков, проходил следующий раунд. Это вот так называемый джойстинг. Соответственно, что получал победитель? Во-первых, победитель получал коня и доспехи проигравшего. А это, как мы с вами уже говорили, довольно большие деньги. Были специальные деньги, денежные призы, которые ставили организаторы турниров. Были специальные призы от какой-нибудь драгоценный камень, допустим, или браслет, или корона, которую вручали победителю турнира. Она стоила довольно больших денег. Но самое главное, самое главное, это была репутация. Эта репутация позволяла человеку делать успешную карьеру. И вот одну из таких карьер, возможно, самую известную карьеру успешного рыцаря, я вам сейчас и представлю. Вот наш герой второго эпизода. Это не его настоящий портрет, это такое позднее изображение по описанию. Настоящий портрет не сохранилось. Это сэр Уильям Маршин. Вы видите многочисленные регалии этого человека. Как видите, особенно самое последнее, что там написано, говорит о том, что действительно очень важный, очень влиятельный человек. Но с чего начиналась карьера этого самого Уильяма Маршин? Он был сыном дворянина, четвертым сыном, младшим. Причем такого дворянина, не особо крупного, никакого масштабного графа, такого нормального британского дворянина со своими землями, но не слишком тепловым. Причем младшим сыном, то есть шансов на какое-то наследство, вообще никаких. Более того, он был не очень ценим своей семьей. Такой был забавный эпизод его биографии, когда он был маленький. Это были времена, когда в Англии была большая междоусобица, не такая большая, как Войны Рос, но тем не менее тоже достаточно серьезная. Когда умер незадолго до этого король Генрих I, возник вопрос престола наследия, потому что у Генриха живых на тот момент оставалась только дочь, и начались распри, долгие многолетние распри между сторонниками дочери Матильды и племянника Стефана, который, как ближайший родственник мужской линии, тоже претендовал на корову. И отец маршала был сторонником королевы Матильды, и когда, собственно говоря, в какой-то момент захватили, напали на него сторонник король Стефан на его владение, он, значит, забрал заложники младшего сына, и отец Уильяма маршала отказался сдаваться. Тогда тот сказал, ну хорошо, я сейчас из твоего сына заряжу пушку и выстрелю им в твою крепость. Тот сказал, пожалуйста, у меня еще дети есть, а если что, могу и новых сделать. Но король Стефану мальчик понравился, тот его и стал убивать, более того, оставил при себе. И так началась карьера Уильяма маршала. Затем в юном возрасте он уехал во Францию, в Нормандию, где начал подвязаться именно в роли очень хорошего бойца рыцарских турниров. Он отличался прежде всего такой серьезной физической силой и владением оружием, и был таким очень сильным индивидуальным бойцом. Много, масса историй про него, о том, как он побеждал одновременно нескольких рыцарей и так далее. Но самое интересное, что в какой-то момент Уильям маршалл сошелся со принцем Генрихом, старшим сыном тогдашнего английского короля Генриха II, Балантагенета. Более того, этот человек, принц Генрих, он был известен как молодой король, потому что он был коронован отцом при жизни. Отец рассчитывал, что если он умрет, то сразу король будет без коронации, как бы проблема перехода власти не будет никакой. Но, к сожалению, принц Генрих умер немного раньше своего отца, но тем не менее. И вот этот молодой принц был большой любитель рыцарских турниров, и они вместе с Уильямом маршалл организовали команду, то есть подобрали состав рыцарей, которые, эти рыцари, переходили с турнира на турнир и много побеждали, много зарабатывали, особенно много заработал этот самый сыр Уильям маршалл. Параллельно он двигал и политическую карьеру, причем иногда очень умно он ее делал. В какой-то момент король Генрих II послал Уильяма маршала поймать своего мятежного сына Ричарда, будущего короля Ричарда I. И тот его практически поймал, но убивать не стал, отпустил. И очень быстро после этого эпизода король Генрих умер, Ричард стал королем и немедленно вспомнил про этого самого Уильяма маршала, подобрал ему богатую невесту, сделал его графом Пембруком, и Уильям маршалл вошел в число самых знатных пэров Англии того времени. Вот такой человек, который заработал денег и славу, и политический вес благодаря участию в рыцарских турнирах. Сколько достоверно у него побед, неизвестно, но вот как минимум 500 историки ему насчитали. Это только личных побед, которые он содержал за всю свою блистательную карьеру. И даже во времена, когда ему было за 70, он лично возглавлял осаду замка, лично там сбирался по стенам, побеждал бойцов, которые ему во внуки годились, которые пытались на него выйти. То есть вот такой замечательный человек. Но это дела давно минувших дней. А что у нас с вами происходит сейчас? В третьем эпизоде я расскажу вам о том, как, собственно говоря, современное олимпийское движение подходило к вопросу о профессиональном спорте. Мы с вами видим, что и Гайпо Лидиопа, и Уильям маршалл в той или иной степени профессионально занимались колесницами, уж точно, но и рыцарскими турнирами тоже, и заработали на этом огромное количество денег по тем временам. Но в современной истории далеко не сразу спортсмены, зарабатывающие много денег, смогли стать участниками олимпийских игр. Это была долгая история, и коротко мы сейчас по этой долгой истории пробежимся. Начнем мы совсем древних времен. Кратко, если вы интересуетесь спортом, вы, конечно, это знаете, тем не менее, все-таки не можем опустить эту часть. Олимпийские игры. Начались они в Древней Олимпии, примерно в VIII веке до нашей эры. Сами игры были достаточно такие скоротечные. Сначала вообще там был только бег. Вот, собственно, первый признанный в аналах олимпийский чемпион. Он в беге был. Потом стали добавляться другие виды спорта. Борьба, бокс, конкинг в колесницах и так далее. Участниками могли быть любые свободно рожденные греки. Никакого ценза не требовалось. Хотя, конечно, со временем люди, которые участвовали в Олимпийских играх, они, по сути, были профессионалами, потому что все свое время они посвящали подготовке к играм. Сами игры непосредственно денег не приносили, но приносили почет и уважение, которое было потом легко монетизировать. Вот говорили, сегодня у нас выступает чемпион по борьбе Олимпийских игр. Каждый может бросить ему вызов. Естественно, люди сбегались, организаторы получали много денег и делились деньгами с этим самым нашим героем. Вот интересный момент. Кстати, до конца точно неизвестно относительно допуска женщин на Древние Олимпийские игры. Некие историки писали, что чуть ли не смертная казнь полагалась, если женщина проберется. Но достоверных сведений о том, чтобы кого-то казнили, за это нет. Тем не менее, забавный факт, что среди победителей Древних Олимпийских игр в списках победителей были женщины. Вы спросите, а как такое может быть, если женщины не допускали соревнований, но тем не менее были победителями. А вот если вы внимательно посмотрите на перечень операций, перечень игр, перечень соревнований слева внизу на слайде, вы там увидите такое соревнование, как конки на колеснице. Это не значит, что женщины управляли колесницей. Это значит, что женщины могли быть владельцем этих самых колесниц, а владелец колесницы, победивший на Олимпийских играх, считался победителем Олимпийских игр. Но это было давно. Потом очень долго, собственно, захерело Олимпийское движение, когда Грецию оккупировала Римская империя, поскольку римляне к таким соревнованиям относились очень снисходительно, считали, что это какая-то странная вещь, голые мужики бегают по кругу. Неинтересно, гораздо интереснее, когда вооруженные мужики гоняют друг друга или лошадей по тому же самому кругу. Поэтому история на пару тысячелетий замерла в этой части и возобновилась только в конце XIX века. Собственно говоря, инициатором этого процесса был знаменитый человек, по имени Пьер де Кубертен. Некоторые считают, что он был первым председателем Олимпийского комитета. Не совсем так, потому что первым председателем Олимпийского комитета был греческий предприниматель Дмитриус Викелос. Он, собственно, слева изображен, а Кубертен справа. Но, конечно, Пьер де Кубертен был, конечно, главным двигателем вот этой идеей новых Олимпийских игр. Откуда вообще ему такая мысль пришла в голову? Он из французского аристократического рода, и он, собственно, начинал карьеру как военный. Многие аристократы делали, не только во Франции. И как раз Франция пыталась оправиться после поражения во Франко-Курской войне 1870-1871 года. В том числе пытались выяснить, почему это мы войну-то проиграли. И Пьер де Кубертен занялся этим вопросом и понял, что как-то физическое состояние французской армии, вот именно солдат и офицеров, было очень низкое. Не знаю, какое было у немцев физическое состояние, но у французов точно было, по мнению Пьер де Кубертена, очень низкое. Поэтому надо было поднимать каким-то образом здоровье нации, а как поднимать, а показывать, что спорт – это круто. И он решил сделать возможность для тех, кто любит и занимается спортом, такую возможность сделать, собственно говоря, Олимпиаду нашу таким ярким проявлением. И первые Олимпийские игры состояли, что символично, в Афинах в 1796 году виды спорта были достаточно активно представлены, 43 комплекта наград и так далее. И с этого момента пошли Олимпийские игры, пошли расширяться, приезжать с континента на континент, добавляться новые виды спорта стали. В общем, жизнь завязалась. И как только завязалась эта жизнь, сразу же возник вопрос, а кто может участвовать в Олимпийских играх. И сразу условием Фьерра де Кубертена было то, что это должны быть любители. А кто такой любитель? Вот на слайде вы видите два определения, мы будем зачитывать любителей, определение 1994 года, определение 2011 года. В общем, главный смысл в том, что любитель – это тот, который не профессионал, не получал деньги, профессионально занимаясь спортом. И это было довольно жестким правилом. В частности, таким героем, в кавычках, жертвой, точнее, этого правила, был человек, изображенный на этом слайде. Это Джим Торп, победитель Олимпиады 2012 года в пятиборье и десятиборье, который уверенно очень выиграл эти два вида спорта. Но потом был дисквалифицирован по жалобам, собственно говоря, других его конкурентов. Особенно жаловался на него его же товарищ по команде, некий Эйвери Брэндидж. Мы сейчас о нем еще вспомним. И вот доложили, что, оказывается, Джим Торп за пару лет до участия в Олимпийских играх принимал участие в нескольких матчах профессиональной бейсбольной команды. Ну, где бейсбол, а где легкая атлетика. В общем, довольно разные виды спорта. И никак, и был большой перерыв. Но, тем не менее, Торп поддисквалифицировали. И только уже очень-очень спустя долгое время его официально восстановили и официально признали победителем Олимпийских игр. Соответственно, дальше. Но история на месте не стоит. Следующие председатели Олимпийских комитетов в той или иной степени выступали кто-то за некоторое ослабление, как Анри де Баяс-Лаку. Кто-то, вот уже упоминавшийся мною, Эйвери Брэндж, который стал… Он, кстати, участвовал в тех же самых соревнованиях, что Торп, но не получил награды. Видимо, очень обиделся. И став председателем Олимпийского комитета, он прямо абсолютно жестко гонял всех за то, что хотя бы какой-то след был какой-нибудь профессиональной деятельности. И, кстати, Советским Союзом тогдашним была такая серьезная разборка, потому что профессиональные спортсмены, они как в Советском Союзе говорят, а что, он токарь на заводе, а то, что он как бы занимается все время спортом, а не стоит у токарного станка, ну, мало ли что, он инструктор физкультуры на предприятии. В общем, история была достаточно долгая, но решительный поворот к привлечению профессионалов к Олимпийским играм дал настоящий герой нашего третьего эпизода – это Фуан Антонио Самарач. Замечательный человек, испанский маркиз, большой друг, кстати, Советского Союза, он, кстати, стал председателем Олимпийского комитета в 80-м году на предолимпийском конгрессе в Москве и действительно всячески старался сгладить противоречия, чего не достает, на мой взгляд, нынешний предприниматель Олимпийского комитета. Так вот, при Хуане Антонио Самарача постепенно, постепенно, постепенно снимались одним за другим ограничения на участие спортсменов-профессионалов в Олимпийских играх, появлялись все новые виды спорта, в которых теперь можно было участникам Олимпийских игр участвовать. И вот, собственно говоря, в 1992 году по отзывам многих любителей баскетбола была сильнейшая, абсолютно сильнейшая, абсолютно звезднейшая сборная Соединенных Штатов Америки на Олимпийских играх, где были и Майкл Джордан, и многие другие замечательные баскетболисты американских тех лет. А почему они смогли участвовать в Олимпийских играх в расцвете своей профессиональной карьеры? Потому что Фуан Антонио Сабаранч организовал, добился того, что атлеты профессиональные при условии подписания Олимпийской хартии, которая уже не запрещала профессионально заниматься спортом, получать деньги с занятий спортом, они стали тоже полноправными участниками в Олимпийских играх. И это очень сильно помогло Олимпийскому движению, прежде всего с точки зрения финансов. Потому что в соревнованиях по большинству, ну вот футбол, такое, пожалуй, редкое исключение, в футбольном Олимпийском турнире не участвуют сильнейшие футболисты мира, а во многих других видах спорта действительно сильнейшие Олимпийские участия. Участники Олимпийских игр это сильнейшие спортсмены, с хоккеем тоже так иногда, иногда так, иногда так, но тем не менее, все-таки большинство действительно такое. Ну и еще два эпизода уже связаны с моим любимым футболом, с двумя по-разному замечательными людьми. И эпизод четвертый касается героем этого эпизода, служит человек, футболист, который совершенно не разум Леонид Месси и Криштиану Роналду, но имя которого знают абсолютно все любители футбола, вот о нем мы спустя некоторое время поговорим, потому что заслужил он признание не на футбольном поле, а на другом поле. Но тем не менее, в чем же смысл? Смысл в том, что футбол это очень вид спорта, где крутятся очень большие дни. И естественно, что футбол это вид спорта, где должна быть очень большая организация. Вот мне лично кажется довольно спорным тезис о том, что Англия это родина футбола, но вот с чем я совершенно не спорю и считаю это абсолютно точной формулировкой, Англия родина организованного футбола. Потому что именно в Англии была первая национальная футбольная ассоциация, собственно говоря, поскольку она была первая, она носит гордое имя FA, Football Association. Все, никто не говорит FA, все понимают, что это ВАН, все остальные должны добавлять футбольные ассоциации Бразилии, футбольные ассоциации Германии, Российский футбольный союз, а вот FA, это FA, это ВАН, это все знают, потому что они первыми были. Сначала все это было не очень организовано, организованно футболисты могли играть команды, сегодня я играю за этих, завтра я играю за тех, пожалуйста, но в конце концов это стало действительно серьезным делом и была введена регистрация футболистов. Чтобы участвовать в профессиональном соревновании, ты должен зарегистрироваться, а зарегистрироваться ты должен в рамках определенной команды. И следующим шагом была регламентация переходов, а как человек может поменять команды. И вплоть до середины 90-х годов, до появления нашего героя, хотя это не совсем верно, потому что в Англии до этого были прецеденты, просто они не имели такого широкого резона и такого важного результата. Тем не менее, до середины 90-х годов что было в трансферной политике? Во-первых, обязательно заключался профессиональный контракт. И во-вторых, что самое важное, что когда контракт заканчивался, то футболист не становился свободным. Он не мог сказать, все, сегодня закончился контракт с Манчестер-Сити, завтра я иду записываться в Манчестер-Юнайт. Ничего подобного, такого не было. Для 2-2,5 года команда, у которой был раньше контракт, сохраняла права на игрока. То есть, если игрок хотел куда-то перейти, он должен прийти в эту команду и заплатить денег. Или его будущая команда должна была прийти и заплатить денег. И так это было до середины 90-х годов, до появления нашего героя, которого зовут, если вы следите за футболом, вы уже наверняка догадались, зовут его Жан-Марк Басман. Вот такой замечательный человек. Родился он бельгиец, он бельгиец, родился в городе Льеш, такой очень центр в французской части Бельгии. Занимался всю жизнь футболом, про него даже писали, что он и школу, диплома об окончании средней школы даже не получил, потому что был полным довоечником. Но зато хорошо играл в футбол, был даже капитаном молодежной сборной Бельгии. Правда, его времена сборной Бельгии была не такая крутая, как сборная Бельгии совсем недавних вред. Но такая крепкая, крепкий европейский середняк с периодическими взрывами. Иногда прямо даже успешными. Например, в моей юности одно из самых главных разочарований, которое я видел в футболе, это был матч 1986 года СССР-Бельгия, где СССР в кои веки, серьезно претендовавший на что-то, неожиданно проиграл в первом же клубе плей-офф-чемпионата мира абсолютным середняком бельгийца. Но тем не менее, был он воспитанником клуба «Стандарт Льеж». Это самая главная команда Льежа. Но там он состав не пробился и был продан за довольно небольшую сумму, эквивалент 66 тысяч фунтов стерлингов. Небольшая сумма, достаточно по тем временам. В другой, менее известный льежский клуб, футбольный клуб Льеж. Там он не шатко бывалко играл 4 года, не был игроком основы, ходил в не самых важных матчах или на замену. Там всего-то сыграл, по-моему, несколько десятков матчей за 4 года, забил там 3 мяча, но он был такой опорный полузащитник, то есть его работа не предполагала, что голову будет забивать. Но тем не менее, был такой, я бы сказал, человек под основой, сейчас на футбольном сленге говорят. Ну и в 90-м году у него закончился контракт, и тут ему, казалось, жутко повезло, потому что его заметил и захотел пригласить к себе французский футбольный клуб Дюнкерк, который вообще-то в глубоких подвалах французского футбола. Но тогда он был на подъеме и выходил в главную французскую лигу, хотел усилить состав. И ему, пасману, предложили прийти с серьезным повышением зарплаты, с карантией места в основном составе, и, что важно, для тех лет с квотой легионера, потому что тогда было правило, что не более трех неграждан твоей страны могут играть в команде. Но тут неожиданно и роковым образом для европейского футбола повел себя футбольный клуб «Еш». Он сказал, нет, такая скотина нужна самому, перефразируя известное стихотворение Сергея Михалкова. Если хотите, пасмана, платите нам 250 тысяч фунтов. Клуб «Еш», клуб «Дюнкерк» сказал, а что это, с какого перепугу мы хотим заплатить такие деньги, он к вам в четыре раза меньше перешел. А клуб «Еш» сказал, тогда мы его не отпустим. И Басману предложили новый контракт с понижением зарплаты в четыре раза. Тут Басман обиделся, и я думаю, вы понимаете, что он имел все основания для того, чтобы обидеться. Он сказал, с какого перепугу вы определитесь, господа. С точки зрения зарплаты вы считаете, что я стал во время игры за вашу команду в четыре раза хуже, а с точки зрения трансфера я стал в четыре раза лучше. Как-то что-то не сходится. Поэтому давайте отпустите меня. Но клуб «Еш» встал на дыбы, сказал, нет, не отпустим, и Басман пошел судиться. пять лет. Пять лет Басман судился сначала с клубом «Еш», потом с Бельгийской Федерации, потом с УЕФА, и через пять лет после долгих судебных процессов дошли до Европейского суда, главного суда в Европе, и Европейский суд принял судьбоносное для всей трансферной системы футбола решение. Он сказал, что в случае Басмана он жертва, неправедная жертва, нарушены его права, нарушено его право на труд, нарушено его право на свободу передвижения, нарушена конкуренция на рынке труда, и поэтому, согласно этому решению Европейского суда, во-первых, если у футболиста стекал срок контракта, то он мог переходить в другой клуб без всякой компенсации и без ожидания срок ожидания, а во-вторых, все игроки стран Европейского союза переставали считаться легионерами, то есть они могли без ограничений играть за любые другие команды Европейского союза. Ну, кстати, одним из следствий этого правила стало то, что, скажем, аргентинцы, которые приезжают, например, в Италию, они срочно находят итальянскую прадедушку и делают себе паспорт гражданина Италии. Почему они это делают? Потому что они меньше любят Аргентину, а потому что, благодаря этому, они не считаются легионерами, то есть иностранцами Европейского клуба. Вот такие последствия. Чему это привело? Ну, с точки зрения футболистов. Это привело к тому, что, если раньше клубы диктовали свои условия игрокам, то теперь игроки, их агенты, то есть их представители диктуют свои условия клубам. Вот самый последний пример, это история человека-футболиста, которого я называю великим неудачником финала чемпионата мира по футболу. Человек забил три гола в финале чемпионата мира по футболу, и его команда проиграла. Вы догадались, о которой это речь. И вот сейчас Киллиан Баппе находится в жесткой конфронтации с своим нынешним клубом Парис-Сен-Жермен. Я, честно скажу, очень не люблю клуб Парис-Сен-Жермен. Пожалуй, это второй по нелюбви моей европейский футбольный клуб. Но в данном случае гораздо, на мой взгляд, большего осуждения заслуживает позиция футболиста. Потому что он говорит, вот через год у меня контракт заканчивается, я хочу в Мадридский Реал, поэтому я не буду с вами подлевать соглашение, и через год я выйду бесплатно. Они говорят, давайте, пусть Мадридский Реал заплатит нам много денег. А Мадридский Реал говорит, мы подождем, что нам денег платить, он к нам просто так перейдет. Поэтому все эти контракты огромные, которые он подписал, все эти бонусы за лояльность, которые он получил от владельцев клуба, все это как бы ни о чем оказалось. А что же, вы спросите, меня получил сам Жан-Марк Пасмал. является ли он победителем дела? Ну, если честно, на мой взгляд, на фотографии, которые вы видите, есть действительно настоящий победитель. Это адвокат Дюмон. Это вот высокий молодой человек, который стоит слева от Пасмана, справа, соответственно, на фотографии, потому что он такую репутацию приобрел, что просто после этого был крутейшим адвокатом в транспортных дела. А сам Басман, конечно, получил компенсацию порядка 300 тысяч евро, но, во-первых, это не так много, во-вторых, это стоило ему 5 лет, за эти 5 лет в его жизни много чего случилось, он не мог играть в футбол все эти 5 лет профессионально, он как-то так развелся с женой, он даже пытался где-то что-то заработать, пытался продавать футболки со своим именем, ничего у него не получилось, быстро растратил всю полученную компенсацию, попал в тюрьму за драку, и, в общем, как-то тихо, незаметно живет себя в Бельгии, и не уверен я, что его соседи знают, какой замечательный герой живет рядом с ним. Но, тем не менее, имя Жан-Марко Басман стало для футбола нарицать. И, наконец, еще один интересный герой, вы уже догадались, из какой он страны. Это тоже футболист, этот футболист в своем роде замечательный, очень оригинальный, о нем снимают, по крайней мере, точно англичане сняли о нем документальный фильм BBC, о нем пишут в прессе. Это далеко не Пеле, не Роналдо, который бразильский, его имею в виду, не Неймар. Но, тем не менее, человек по-своему замечательный и зовут его Карлсон Рикки Рапос. Если не гуглить, не уверен, что вы о нем слышали, но, тем не менее, игрок действительно замечательный. Его профессиональная карьера, профессиональная карьера, я понимаю, что он имел контракт, профессиональный контракт с профессиональными футбольными клубами, длилась 12 лет. Его по сложному списке много замечательных бразильских клубов. Со звездочками это его родной клуб Патафога, дальше внизу два слева это два крутейших бразильских клубов Фламенко и Фуниненсе. Здесь еще есть мексиканское Пуэбло, бразильский Кузбайе, французский клуб Паячо. Это далеко не все клубы в карьере Карлоса Энрики Рапоза, который из себя продвигал под псевдонимом Карлос Кайзер. Никакого отношения к Францу Бекенбауеру, главному Кайзеру всей футбольной истории он, конечно, не имел, но звучит красиво, для него это было важно. Так чем же примечательна футбольная карьера Карлоса Энрики Рапоза? Примечательна она в том, что за 12 лет профессиональной футбольной карьеры. Он не забил ни одного гола, при том, что он был нападающим по своему амплуату, и даже не провел ни одной минуты в официальных матчах. То есть, этот замечательный футболист 12 лет был профессиональным футболистом, ни минуты при этом не работав профессиональным футболистом. Вот такой замечательный герой. Вы спросите, а как ему это удалось? А вот давайте, собственно говоря, пробежимся по его успеху. Как, собственно говоря, Карлос Энрики Рапоза смог это сделать? Ну, в Ботафогу он действительно занимался, был там в юношеских командах, ничем особо замечательным не отметился, но в какой-то момент его позвали в Мексику. Он приехал в Мексику, там ему не понравилось. Он перед началом сезона сообщил, что травмировался, что у него болит нога, это конец 70-х, медицина была еще не на очень высоком уровне, ну и как-то там кантовался периодически утверждая о том, что у него какая-то новая травма появилась. Однако, при этом он организовал публикации о том, какой он замечательный гений, как он хорош в Мексике, и приехал в Бразилии уже с неким багажом пресс. Более того, он обнаружил, что в это время в Аргентине зажигает некий футболист по имени Карлсон Рикки, который еще внешне очень похож на нашего героя. Он нашел кассеты с записью голов человека по имени Карлсон Рикки и стал всем показывать, вот смотрите, вот мои голы, вот видите, бегает чувак с надписью с футболки написано Карлсон Рикки, вот это я, вот видите, похож даже, вот что я умею. И его принимали разные футбольные клубы. Соответственно, тут же он травмировался при подготовке к сезону и, собственно говоря, так и числился в команду. Вы спросите, собственно, ну там же кругом профессионалы, они же понимали, что это совсем не такой крутой профессиональный футболист, а как же его терпели? Ну, терпели его главным образом, потому что он был лично очень обаятельный, он со всеми дружил, он организовывал досуг своим настоящим партнерам, то есть он сначала приходил в ночной клуб и говорил, вы знаете, я друг, играю в одной команде вот с таким-то, хотите, я приведу к вам его на вечеринку, те говорили, да, конечно, круто, приходите, пусть приходит, потом он приходил к другу и сказал, слушай, я знаю такой крутой клуб, там меня все знают, меня все любят, пойдем со мной, я покажу тебе этот замечательный клуб, и, пожалуйста, все довольны, всем хорошо, плюс роль играла недостатка информации, интернета не было, всю информацию черпали из газет, вот, конечно, команда, которой играл Карлсон Рикки, ну, как бы, условно играл, она не хотела признаваться в том, что взяла кого-то никого, ни того, и не сообщала другим командам о том, что это такое человек, конечно, были эпизоды, где Карлсон Рикки был близок к провалу, например, был такой известный эпизод, он играл за клуб Байя, и в клубе Байя был такой очень яркий президент, который там ходил с личным оружием, бегал за судьями, стреляя из пистолета, ну, и вообще был связан с криминалом в Бразилии, и вот однажды, собственно, Карлос, как обычно, сидит на скамейке запасных, команда Байя играет в гостях, не помню уже с кем, проигрывает, и раздраженный президент посылает своего помощника тренеру сказать, пусть я требую, чтобы, наконец, это наша бразильская, это наш гений, Карлос Энрике вышел на поле. Тренер говорит, извини, тренер-то понимает уровень Карлоса Энрике, тоже как-то не хочется попадать в историю, говорит, извини, я должен тебя выпустить, приказ президента. Казалось бы, все, беда, но Карлос нашел выход, он пошел разминаться, и во время разминки, неожиданно перепрыгнув тогда невысокое ограждение этого стадиона, вступил в драку с каким-то болельщиком местной команды. Ну, их разняли, Карлоса Энрике показали красную карточку за драку, на следующий день его, естественно, вызвал себе президент. Ты что сотворил? Понимаете, сеньор президент, вы мой второй отец. Когда я шел разминаться, я слышал, как этот человек оскорбляет ваше имя, я не смог сдержаться, простите меня. Да, я понимаю, ты вступился за честь не только меня, но и нашего клуба. Так и быть, я продлю с тобой контракт еще до конца, на полгода. Вот примерно так Карлос Энрике Раппозе выбирался из сложных ситуаций. Допустим, когда он приехал на презентацию французской клуба Ятчо, его попросили почеканить мяч, стандартная процедура. Но он настолько не умел чеканить мяч, что вместо того, чтобы это делать, он просто стал пить по мячу так, чтобы он улетал на трибуны к зрителям. Он спросили, что ты делаешь, он сказал, но я же хочу наладить отношения с болельщиками, что нам стоит подарить им несколько мячей. Другая история, собственно, с которой закончился его карьерный путь в клубе «Ботафог». Он часто ходил на базе, по базе с телефоном уха, и как только он видел кого-то из руководства клуба, он немедленно говорил в трубку набор бессвязных английских слов, среди которых встречались слова «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Трансфер». И все говорили, а, да, вот он ведет переговоры, какой крутой футболист. Это прокатывало до тех пор, пока в штаб «Ботафога» не пришел доктор, который учился в Англии. Ну и, естественно, когда он первый раз услышал этот текст, он все понял, и Карлоса тихо задвинул. Вот такой замечательный футболист, и, главное, не предъявишь ничего. Буквально, как в замечательном польском фильме «Гангстер и филантроп». Не имеет отношения к теме лекций, но рекомендую очень посмотреть, кто не смотрел. Он закончил карьеру, сейчас работает фитнес-инструктором, живет предупевающе и рассказывает, как он играл в разных футбольных клубах. Ну и заключение эпилог. Несколько слов о том, что я в будущем думаю о нашем профессиональном спорте. Есть такой замечательный нетфликовский мультсериальчик, очень рекомендую посмотреть, кто не смотрел, и там, собственно, один из эпизодов ровно в тему того, о чем я буду говорить, поэтому мой эпилог так и о заглавном. Что будет с профессиональным спортом дальше? Он будет другим, это совершенно точно. Возможно, будет другая подготовка спортсменов, потому что сейчас очень влиятельную роль в спорте профессиональном играет антидопинговое агентство Всемирное, эмблему которого вы здесь на слайде видите. Но фишка в том, что борьба что такое допинг? Допинг это некий официально запрещенный препарат. Фишка в том, что современный профессиональный спорт невозможен без фармакологии. И вопрос не в том, принимать или не принимать, вопрос в том, что можно принимать, ничего нельзя принимать. Так что возможно в этой стороне будет история. Другое направление. Могут появиться другие совершенно необычные спортсмены. Вот на фотографии вы видите новозеландскую штангистку по имени Лорел Хаббард. Чем замечательна эта спортсменка? Тем, что до 35 лет она была он и его тогда звали Гевин Хаббард. Он действительно был молодежным чемпионом Новой Зеландии по штанге, но, естественно, среди мужчин. А потом Гевин стал Лорел, совершил трансгердный переход и был допущен к Олимпиаде по тяжелой атлетике среди женщин, что вызвало некоторые непонимания у некоторых других участников, которые тоже соревновались. Правда, Лорел Хаббард неудачно выступила на Олимпийских играх, она запорола первый живест, но, тем не менее, проблема трансгендеров, проблема нетипичных спортсменов, она сейчас стоит очень остро, и федерации пытаются эту проблему решить. И, наконец, другой спорт. Спорт очень большой популярностью приобретает, в частности, киберспорт, то есть там призовые, там внимание зрительское, там рекламодатели, и этот спорт будет развиваться, будет все больше и больше вытеснять те традиционные виды спорта, которые видим сейчас. Вот это то, что я хотел вам рассказать, получилось все достаточно коротко, но все-таки я попробую, надеюсь, что вам было интересно, сейчас я перейду соответственно в чат, и мы с вами посмотрим по поводу вопросов, какие у меня, что так, какие вопросы у нас с вами есть. Вот. Ну, здесь мне пишут, соответственно, кто у нас богатый, кто не богатый. Вот. Да, действительно, про Спартак это замечательно, про Сергея Игнашевича это правда, именно Сергей Игнашевич был тем футболистом, о котором я говорил, собственно говоря. Фильм называется «История рыцаря», «Night Tales», вот, в русском переводе он называется «История рыцаря», с Хитом Леджером, Полом Беттани, вот, и Рухсом Сьюевым в роли антагониста. Вот, я люблю очень и Хиты Леджера, и Пола Беттани, и Рухса Сьюева, так что рекомендую этот фильм посмотреть. Ну, что, вопросы я вроде бы пролистал, соответственно, самый богатый футболист на сегодняшний день это Криштиану Роналду, вот, особенно, он и так был самый богатый, а после того, как он писал бешеный контракт с Саудовской Аравией, так еще богаче стал, Месси, значительно скромнее контракт с американской лигой. А из ныне живущих спортсменов, вначале я говорил, самым богатым является Майкл Джордан. Не случайно я его вывел. У него порядка двух миллиардов долларов уже заработан за карьеру, у Криштиана, по-моему, даже миллиарды. Надеюсь, было интересно. Тогда, соответственно, я, наверное, заканчиваю. Уважаемый организатор, все? Хорошо. Большое спасибо. Все. Большое спасибо вам за лекцию. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо за лекцию. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...